Привет, друзья! Сегодня такой день. Сегодня в колонии номер три, в Харпе, на Ямале, погиб. Был убит Алексей Навальный. Думаю, никто из нас сначала не поверил, когда увидел это сообщение в новостях. И до сих пор до конца не верит. Организм, мозг отказывается принимать такие новости, соглашаться с ними. Рефлекторно ищет пути обхода на разных уровнях. Наверное, это фейк. Неправда. Это один уровень. А кроме того, мы жили вот с этой странной верой в то, что Навального не убьют. Что его нельзя убить. Хотя ничего нет легче, чем убить в тюрьме беззащитного человека. Может быть, потому что его уже убивали и не смогли убить. Может быть, потому что очень трудно представить себе, как человека убивают в тюрьме. Покушение на улице. Новичок в томской гостинице. Это понятно. Ну, уже понятно. А вот так просто убить в тюрьме беззащитного человека, это не укладывается. А может быть, потому что это слишком личная потеря, слишком личное горе для очень многих людей. И поэтому так трудно сейчас говорить об этом. Слишком мало времени прошло. Трудно говорить. Навальный политик, он лидер российской оппозиции, он лидер сопротивления, он моральный авторитет. Но при этом, почему это личное горе? Потому что он всегда существовал и действовал без дистанции. Он ее стирал сам. Когда он мне писал из тюрьмы, он писал. Мишель. Прочтите любой его пост в телеграмме. Посмотрите его любое выступление из колонии в суде. Или до этого непосредственно, когда его сажали. Или после того, как он вернулся с того света в сентябре 2020 года. Не важно когда. Не важно где. После ШИЗО. До ШИЗО. Из ШИЗО. Из трех лет за решеткой. 300 суток. Треть срока. Он просидел в ШИЗО. И всегда, в любом своем сообщении, в любой коммуникации своей с внешним миром, это было одно и то же сочетание несгибаемости, бесстрашия и иронии. И поэтому эта связь возникала на личном уровне. Личное горе, получается. Помните, в самом начале срока, когда он вернулся, его посадили, он придумал, что это заключение, это его заключение, это путешествие в космосе, а тюрьма — это космический корабль. И потом развивал эту метафору в разных видах. Рассказывал, как вокруг него инопланетяне с планеты. Персей 8, кажется. Посмотрите, вот что эти всиновцы придумали, инопланетяне. Или как у него отнимется нога, когда у него болела спина, и как он станет космическим пиратом. Лично я с этой метафорой сжился. Можно сказать, принял ее за реальность. Ну, такое путешествие в новый мир. И мы все в этом космическом корабле. А он, конечно, капитан этого корабля. Это не пустые слова. В нашей общей прошлой жизни Навальный был политическим лидером в буквальном смысле этого слова. Он превратил протест в стратегию, просто вот такой абстрактный протекст, аморфный, в стратегию политического сопротивления. Он трижды побеждал на выборах, на которых нет выбора. В декабре 2011 года, я вам напомню, в 2013 на выборах мэра Москвы и в 2019 году, когда умное голосование победило на выборах в Мосгордуму. Именно после этого, я просто восстанавливал ход событий, поэтому утверждаю это наверняка, и было принято решение его убить. А в тюрьме, когда его посадили в тюрьму, когда он вернулся и его посадили, его политическая работа превратилась в моральный капитал. Мы все считали, что Навальный великолепный практик, изобретатель. Он изобретает новую политику в условиях, где политика невозможна. Он разоблачает коррупцию, он делает расследования, он организует ФБК. Да, партия нового типа такая, придумывает умное голосование и так далее. Но это на самом деле недооценка Навального, что он такой гениальный практик в политике, потому что у Навального есть идеи. И лично я, например, это понял уже, когда находился вместе с ним, ну, мысленно, сущностно, в том самом космическом корабле. Откуда при полном отсутствии пафоса и претензий на идеологическое превосходство, мол, я знаю, как правильно, научу вас, вот Навальный этого терпеть не может, откуда берется это чувство моральной правоты, которую он нам транслировал из тюрьмы в течение последних трех лет? Незгибаемость, бесстрашие, юмор, да. Но кроме того, это идея. Вера. И я понимаю, что это за вера теперь очень хорошо, как мне кажется. Это вера в то, что он не один, что он Навальный вместе с большинством народа. Это может быть не видно в конкретных обстоятельствах, когда он сидит в тюрьме, когда его гноят и травят. Но это так. Помните его последнее слово на суде? Вот он тоже, кстати, шутил бесконечно про эти, шутил про эти последние слова. Опять последнее слово, снова последнее слово. Это оказалось его последнее, последнее слово. В этом последнем слове он говорил, что Россия барахтается в лужи грязи и крови и обращался к судьям и приставам. Вот они, наверное, думают, что он сумасшедший. А на самом деле нет. Он как раз абсолютно нормальный. И таких, как он, много. Он представитель большинства народа. И поэтому он призывает нас. Не сдавайтесь. Не бойтесь. Не верьте, что вы проиграли. Потому что вы большинство. Вас, честных людей, которые хотят счастья, хотят вести нормальную жизнь, вас гораздо больше. Это большая и очень важная идея. И это огромная вера. И я осознал, насколько сильно Навальный в это верит. Еще раз повторю, не так давно. Наверное, в полной мере в прошлом году. Как я уже сказал, находясь в этом самом космическом корабле. Навальный герой. Но все дело в этой вере в людей. Его все время... Его вот спрашивают, почему он вернулся тогда в январе 21-го года в Москву, из Германии. Ну, только что три года как раз было, как он вернулся, и он снова как раз писал про это. Ну, как почему он писал? Потому что у него есть страна, и есть убеждение. И он не готов отказаться ни от того, ни от другого. Ему не нравится сидеть в тюрьме, но он не может отказаться от своей страны, от своих убеждений. И это очень был простой текст. Он очень был таким простым, понятным языком написан. Ничего сложного. Очень понятно. Мы сейчас все переживаем общее горе и личное горе каждого из нас. Это два горя сразу. Это горе лучше переживать вместе. Мы сейчас в шоке. Нам очень больно. Я еще не уложил в голове сегодняшний день. Мощь Навального заключается в том, что он из тюрьмы поддерживал нас на свободе, а не наоборот. Это мы отчаивались, а он из тюрьмы занимался политикой, шутил и демонстрировал бодрость духа. А теперь каждый из нас должен приложить к себе этот призыв не сдаваться. Не сдавайтесь. А как это? Не сдаваться. Надо будет думать, как это делается. Надо будет искать ответы. Это мы сегодня еще не знаем. Обычно говорят, ну, мы еще не осознали полностью масштаб катастрофы. Это не так. Мы как раз это осознаем вполне. Потому что мы знаем, кто такой Алексей Навальный. Мы знаем, какова его роль в жизни страны. И мы знаем, что значит для нас и для России его гибель. А вот что делать нам с этим знанием, вот об этом нам теперь надо будет думать. И думать об этом вместе. В этом, как мне представляется сейчас, и будет заключаться наша задача. Мы продолжаем наш специальный эфир. Специальный эфир. У меня со мной вместе на связи политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вопросы мои примерно понятны. На самом деле, наша, как мне кажется, задача и цель сегодня, собственно, дожить этот день и как-то его попробовать уложить у себя в голове. Поэтому я хочу вам дать слово и спросить у вас, что вы думаете, можем ли мы уже политически осмыслять случившееся или пока на каком-то более личном уровне. Да, я думаю, сегодня день, когда без преувеличения в миллионах, так сказать, российских семей в той или иной форме вспоминают о Навальном. И в первую очередь потому, что Навальный был, конечно, лидером, поколенческим лидером. Колоссальные симпатии были к нему среди людей его возраста и младше. Всех тех, кто охотно не только донатил ФБК, но и принимал участие и очень активно во всех этих избирательных кампаниях, которые были инициированы. Навальным, и не только в избирательных кампаниях, а разного рода политических кампаниях. Он был, конечно, самым изобретательным автором этих кампаний. Но здесь даже дело не в политике сейчас, а в том, что его стилистика вот это действительно открытость, постоянное демонстрирование такой как бы целостной стилистики личности, его достоинства, с которым он всегда держался. Образ семьи, который он демонстрировал в условиях всего этого кремлевского разврата, у него сохранялась такая вот семья, которая всем была видна, и все думали, вот наша первая леди могла бы быть вот такой. И абсолютно все элементы, с которыми он выступал, включая саму речь, чрезвычайно простую, обращенную к каждому, он старательно избегал как раз каких-то сложных интерпретаций, хорошо понимая, что обращается к людям, которые не учились на философских факультетах, и поэтому он нес им вот эту действительно свою очень хорошо сформулированную веру. И эта вера была совершенно точная. Эта вера была в то, что человек по своей природе, он, так сказать, не должен уступать злу. Да, то есть, что этот его замечательный тезис как бы о финальной битве борьбы, так сказать, финальной битве добра с нейтралитетом, это очень, так сказать, тонко и мудро выбранная цитата, которой он руководствовался. Конечно, он постоянно подчеркивал, что конформизм доведет как бы до катастрофы. И так оно и происходит. То есть, мы сейчас как раз заходим в самый тяжелый период вот этого позднего путинизма, знак равенства, так сказать, чудовищного конформизма, когда уже все уничтожено живое, и остаются только, значит, вот эти пляшущие на сцене политические клоуны разного рода. Он на этом фоне действительно являлся и останется, он, главное, и останется, он останется символом самой возможности, которой располагали россияне, как, так сказать, гражданская нация, для того, чтобы создать себе самим свое будущее. Так что я бы сказал, что несмотря на то, что они его убили, несомненно, умучили, так сказать, в конце концов, чтобы они там потом не предъявляли и не врали нам, как бы, но, так сказать, это останется, несомненно, так будет интерпретироваться в политической истории позже, потому что они пытались его убить уже, и как бы уже они врали по поводу того, что они его, так сказать, пытались убить, и есть, и он сам расследовал свое убийство, это удивительная вещь, одна из многих удивительных вещей, сопровождающих путь, удивительный путь Навального не только в общественной жизни, но вообще в российской жизни в целом. Я думаю, что, несмотря на то, что они его убили сейчас, с моей точки зрения, он в высшей степени жив, и он, ну, мало того, что это следующее поколение будет им гордиться, и самим фактом его наличия в российской истории, если она вообще как бы собирается быть дальше и существовать, эта история, и он станет таким же символом, примерно, как Дитрих Банхофер, потому что Банхофер имел возможность тоже уехать из Германии, и в том числе уже во время войны, Банхофер мог не возвращаться в Германию, обратно у него, так сказать, на это были основания, он вернулся и попал в лагерь, и они его убили, нацистов. И смерть Банхофера, она, в общем, ничего не меняет в нашем восприятии этого великого человека, великого, так сказать, и точно так же сегодняшняя смерть Навального, хотя мы сегодня, так сказать, в слезах буквально, я думаю, что сотни тысяч людей в слезах, но мы должны посмотреть на эту смерть как на такое событие, которое не отменяет свет, который как бы исходил и исходит, и будет исходить из этого человека, из его образа, из его, так сказать, такой личной неизгибаемости. Вот что я сегодня думаю в этот день, и я надеюсь, что, так сказать, что все, кто сегодня сожалеет о том, что Алексей погиб, убит, ушел, что они все равно будут сохранять в себе вот эту идею неотменимости человеческого достоинства, сохранение вот какого-то, знаете, образа Божия в человеке, попросту говоря, даже если это метафорически употреблять, но все равно человеческого образа, противостоящего вот этой ужасной, циничной клоунаде, которая воплощает собой путинизм, и я надеюсь, честно говоря, что нет ведь другого исторически исхода, кроме как победы Алексея Навального, независимо от его смерти. Потому что воображаемая, возможная победа Владимира Путина и его людей на политической, исторической сцене, она бы означала, что никто из нас не сможет ответить собственным детям, как же так получилось, что зло победило в мировой истории. Нет, оно может одержать временную победу, оно может одержать людей 10, 20, ну 30 лет, как бы, да, в каком-то капкане. Но исторически Путин должен, конечно, так сказать, повиснуть на веревке. Это абсолютно совершенно неизбежно. В той или иной форме, неважно, так сказать, в какой, но это должно кончиться. И вот время Навального, с моей точки зрения, историческое время, оно будет бесконечным. Вот вы говорите про конформизм, конформизм, который он дискредитировал, если угодно, в людях. Но при этом его борьба с конформизмом, с нейтралитетом, она не трансформировалась в злость. Да, в морализм такой. Да, в морализм. Да, в морализм. Вот как это происходит? Я вот помню, я помню этот момент не так давно, в прошлом году, по-моему, я копался в видео, разных их много, и это, по-моему, 19-й год, по-моему, это перед выборами Мосгордумы, и Навальный выступает со сцены. Это такой, это такой ивент, как поддержки независимых кандидатов в целом. Он сам не баллотируется, но он поддерживает всех. И он говорит, я тогда это пропустил мимо ушей, а сейчас обратил внимание. И он говорит, ну, посмотрите же, нас же больше, гораздо больше. И он с этим же обращается к судье, который ему дает 20 лет тюрьмы. Это вы в каком-то перевернутом положении вниз головой висите, а я-то на ногах стою, на двоих своих. Как у него получается, не быть моралистом и при этом бороться с конформизмом, записывая в свои союзники тех, кто его уничтожает. Да, совершенно точно, да. Это совершенно... У него масса ярких таких, очень удивительных черт личности. И одна из них именно эта. Сознавая прекрасно всю тяжесть борьбы и всю тяжесть системы, с которой он сражается, при этом действительно он никогда не выворачивал ничто в морализм. То есть никаких обвинений там в адрес, что называется, маленького человека и его неспособности сопротивляться. Он как бы обращался действительно к сердцам. То есть, когда он говорил о большинстве, он говорил как бы о таком... Нас моральное большинство, мы с вами вместе, против вот этих немногих людей, которые уродуют нашу жизнь. Это было не так, но он тем самым создавал определенный контур веры. И надо сказать, что это, собственно, и выдавало в нем очень крупного политика, очень мощно мыслящего человека, который способен действительно в результате создать какое-то большинство, сконструировать его, большинство, так сказать, такой политической модернизации. При других обстоятельствах он, конечно, надо сказать, что он представлял собой просто огромную историческую возможность. Если бы путинизм не стал поворачивать к такой форме, а все-таки сохранял бы возможность представительства, то, разумеется, Навальный с его борьбой за расширение представительства, а надо учесть, что он, конечно, был легалистом, то есть он постоянно это подчеркивал. Только мирные формы, только, так сказать, формы законной борьбы, использования правовых методов борьбы, это было бы, если бы он мог двигаться в политику, даже удивительно представить себе, каким был бы российский, дальше общественный мир, насколько он был бы более инклюзивным, открытым и развивающимся. Так что Навальный – это какой-то символ большой-большой возможности, причем возможности нового поколения. Он был, конечно, просто лидером вот этого поколения, значит, сегодняшних 35-летних, которые младше него там на 10 лет, и его ровесников. Они смотрели на него и видели в нем, так сказать, парня с нашего двора в правильном смысле, то есть вот человека, за которым нет шлейфа вот этого всего советизма, этих старых каких-то, он даже их не опровергал, он не боролся с ними. Надо сказать, что у Навального было огромное достоинство, он не вел идеологической борьбы, он посмеивался, он не тратил, так сказать, время на то, чтобы опровергать какие-то там идеологические химеры. Он бил точно, он как бы показывал просто российскому населению три вещи. Значит, первое, что посмотрите дворцы и яхты, они просто чудовищно воруют, они строят просто систему, сознательную систему, так сказать, не просто социального неравенства, а декларируемого, демонстрируемого социального неравенства. Это можно изменить, говорил он. Второе, он, как говорится, его мысль была, политическое представительство. Мы взрослые люди, почему мы не можем быть политически представлены? Да, мы не большинство, допустим, как бы, там, с конкретными политическими идеями. Но наше место в парламенте должно быть, потому что мы есть. Так сказать, откройте дверь, молодое поколение самостоятельно сориентируется. Хватит, так сказать, пасти народы. И эта мысль тоже встречала совершенно ясное понимание у людей. И третье, конечно, было хорошо видно, что он, когда он объезжал, особенно Россию, во время этой своей избирательной кампании, было видно, как люди реагируют. Они видели в нем, так сказать, действительно патриота. То есть, если брать, так сказать, это выражение не в кремлевском смысле, а в хорошем смысле, они видели, что этот человек, он действительно совершенно искренне хочет, чтобы жизнь в стране, она соответствовала человеческим нормам. То есть, он источал это просто. Так что, надо сказать, что это, конечно, великий совершенно, и общественный, и политический феномен, великий современник. И я еще раз хочу сказать, что это, конечно, чудовищно то, что они его убили. Но его смерть ничего не отменяет вот внутри этого его образа, который вне времени будет существовать. Вы говорите про мирные, политические, легальные методы, про Навального легалиста. И, кстати, я сразу думаю, как вот сейчас он превратил свое заключение в форму легальной борьбы, потому что это были постоянные суды один за другим. Суды с ОФСИН, суды с судами. И это продолжал, это просто бесконечный такой поток его юридической правовой борьбы. Но я вспомнил, я как раз когда вы говорили, я вспомнил, просто я прям отчетливо помню этот момент. Это, соответственно, 29 декабря 2011 года. Самый большой митинг на проспекте Сахарова. Разгар Болотной площади. Выступает Навальный. В этот момент он становится лидером политической оппозиции в России. Вот буквально в этот. И я помню, как он говорит, мы могли бы взять Кремль прямо сейчас, но мы не будем этого делать. И дальше продолжает. Я думаю, что тогда это довольно сильно напугало. Я просто запомнил эту фразу. Потом я с ним разговаривал, брал у него интервью для книжки. И я его спрашивал, какой у тебя был план? На что рассчитывали? Рассчитывал вот в этот момент. В декабре 2011, зимой 2012, во время этих событий. И он говорил, что он рассчитывает на то, что мирный протест победит. Что постепенно людей станет больше, они будут отступать, что они, кстати, делали тогда в течение декабря 2011 года. Отступали, вернули выборы губернаторов. Так, на минуточку. Еще какие-то послабления. Цензура там немножко снизилась. И постепенно мы легально, мирно завоюем, а потом выиграем выборы и придем к власти. Я цитирую почти дословно то, что он мне говорил. Насколько это... Я против себя... Ну как, это уже сколько лет прошло с тех пор, как мы это обсуждали. Я думал, ну разве можно всерьез в это верить? Ну, видимо, так и было. Да, ну и к тому же надо сказать, что все-таки мы видим несколько таких этапов путинизма. И Навальный, и целый ряд других таких политических фигур, они развивались и двигались внутри вот этих изменений. То есть на момент 2010 года в 2010-2011 году можно было считать, и многие так считали, что действительно большие города, они готовы к дальнейшей общественной модернизации, они осваивают социальные практики. И новые, и значительная часть населения этих городов, а это и большинство избирателей на выборах, сосредоточено в крупных, в 15 городах-миллионниках. Эти люди в состоянии сами определять будущее. И тогда Навальный был лицом этого, и он сам искренне так считал. То есть я не думаю, что это в тот момент было ошибкой. Ошибкой было бы считать, что там можно повлиять на выборах сегодня. Да, это уже другая ситуация. Но в тот момент действительно еще могла была, еще возможно была борьба на выборах. Вполне реально. Да, да, да. Да, это если просто надо смотреть на время из этого времени, а не из сегодняшнего дня. И тогда все выглядит гораздо гармоничнее, логичнее и понятнее. Мне кажется, наша задача сейчас это друг другу попробовать объяснить, понять, каким образом без Навального нужно вообще сохранять бодрость духа, безусловно, хотя это не просто делать. И каким образом вот его, собственно, лозунг «Не сдавайтесь» трансформировать политическую стратегию и воплощать в жизнь. Если коротко ответить, если это вопрос, как бы обращенный ко мне, да, вопрос, да, да. Я бы сказал, да. Ну да, я бы сказал так. Пожалуй, мы сейчас не можем предложить тем, кто остается внутри страны в условиях, так сказать, ситуации, порожденной войной, репрессиями, новой формы путинизма, собственно, о чем и само убийство Навального свидетельствует, да и не только это, а целый поток репрессивных мер и дискриминационных мер и решений, которые, правовых решений, которые раньше казались непредставимыми, все вот это создает ситуацию, при которой мы не можем, так сказать, призвать людей внутри страны и сказать, как бы, бросайтесь и сопротивляйтесь этому. Здесь уже все находится в зоне, можно только сказать одно, придется переждать, придется прижать уши к голове, надо пережить это. Ничего здесь, сделать невозможно. Колоссальная инерция репрессивной машины. Но при этом, конечно, мы точно знаем сейчас, что сопротивление будет идти всей этой системе, в первую очередь в сфере культуры. То есть, все будет переноситься в сферу культурного сопротивления. Так было в конце советского периода, вообще во всех странах восточного блока, а не только в СССР. То есть, я только что пересматривал какие-то материалы по истории Чехословакии позднего советского периода и вижу там тоже эту же позицию, как бы, людей круга гавила, и не только гавила, а вообще чехословацкой интеллигенции. Все отчетливо понимали, что спасение, сопротивление, сохранение, значит, какого-то, так сказать, воздуха свободы, возможно, только внутри культурной, вот этого культурного сопротивления. Театр, драматургия, кино, литература, поэзия даже, вот все это сохраняет как бы человеческое достоинство. Сохраняет другой язык, не тоталитарный, не вот этот казенный, ему противостоит. В этом направлении будет сейчас идти движение, я не сомневаюсь в этом. То, что русские совсем умрут, русские в широком смысле, в гражданском смысле, я имею в виду Russians, то, что они умрут сейчас, что они окончательно подчиняться и растворяться в этом евразийском тоталитаризме, да, может быть. Это было бы, конечно, действительно, окончательным каким-то и концом европейского проекта для России, и концом всех надежд, связанных с постсоветским транзитом, но я все же, как и Навальный, я верю в то, что человек, ну, в силу того, что он, человек в философском смысле, в силу того, что он и творение Божие, и, так сказать, еще и носитель автономного разума в результате саморазвития, что человек не позволит себя, значит, поставить в безнадежные положения в отношении собственного достоинства, то есть довести себя до состояния полной скотины. Эти бывают периоды в истории, мы знаем об этом прекрасно, но они же не могут длиться вечно, поэтому я здесь в этом смысле слова сказал бы вслед, конечно, за Алексеем Навальным, что, как он сам думал, в конце концов, как бы люди пробьются сквозь это. Спасибо, спасибо, Александр, спасибо большое, Александр Морозов, политолог Александр Морозов, мы продолжаем эфир и подключаем Христа Грозева, журналисты-расследователи, Дэр Шпигель и инсайдер. Христа, здравствуйте. Я понимаю, что вам трудно сейчас наверняка говорить, но тем не менее, это то, что надо делать, то, что мы делаем, и это, конечно, надо. Просто поделитесь своими ощущениями сейчас. Ответ очевиден, поэтому, может быть, лучше другой вопрос задать, потому что ощущение ужасное. Это то, чего боялись и я, и наши коллеги из ФБХ, и мои коллеги, бывшие из Берлинкета, и настоящие из Инсайдера Шпигеля. Мы боялись очень много, когда Алексей Навальный пропал во время этапирования и начали тогда обсуждать чисто гипотетически, теоретически способен ли режим на это. И, к сожалению, я был, может быть, самым оптимистичным из всех, с которыми я общался, потому что я считал, что нет, это будет уже слишком, даже для режима, у которого нету репутационной цены, это будет слишком опасно потом продолжать пытаться поддерживать какие-то отношения с Западом. Но все остальные считали, что да. Честно говоря, тогда и даже оценки западных спецслужб были, что Путин готов пойти на на такое политическое убийство. Поэтому, ну, потом, к счастью, Алексей появился живым. Но мы были подготовлены, я был подготовлен к тому ощущение, которое, к сожалению, сегодня я прочитал и увидел. Сейчас самое важное для меня это опять показать, что объективно можно... Я прошу прощения, я буду вас перерывать, Кристо, просто сейчас параллельно вы видите на экранах, это прямой эфир Москва, задержание, как я понимаю, на Лубянской площади людей, которые выходят за Навального, задерживают одного за другим. Вот мы видим, что одного человека уводят, просто мы видим сейчас это на наших экранах. Ну и камера, наверное, вернется, и мы увидим, что дальше происходит. Это примерно у Соловецкого камня происходит. Христо, я вас перебил. Нет, очевидно, очень сложно сейчас говорить об этом. Объективная правда опять будет доказана, как было доказано в 2020 году. Здесь, я думаю, что многие до меня уже сказали, что без разницы, какая будет объективная правда, что то очевидно, что это политическое убийство в самом невидном варианте, в самом невидном. Это политическое убийство путем незаконным держания в ШИЗО, незаконно задержанного и осужденного человека 300 дней подряд. Это рецепт убийства, ничего другого. А в более вероятном варианте это все-таки отравление, которое уже они делали. Так что зачем надо им давать вообще кредит доверия, что они второго нас... Да, что называется. Я когда сегодня размышлял об этом, но об этом тоже довольно, с одной стороны, бессмысленно сейчас размышлять, потому что мало куда ведет, а с другой стороны надо и это делать. Я... Вот он, значит, его когда перевели из Владимира в Харп, он пропал, да, почти на месяц. Это был... И это был такой план, что он появится снова уже после новогодних праздников. Но я вот дальше продолжил эту логическую цепочку. Что если сам перевод его в Харп, в другую колонию, был, собственно, частью некого плана, который уже существовал к тому моменту, уже был как-то разработан второго покушения. Ну, это я рассуждаю гипотетически, но эти мысли сами собой приходят в голову. Вот был Владимир, была одна какая-то там история, конструкция отношений с ФСИН, окружающими его людьми и так далее, и появилась другая. Он попал в другой, принципиально другой контекст, тюремный. И это могло быть частью плана вот этой смены обстановки, которая, соответственно, потом позволит привести этот план в исполнение. Насколько это логичные рассуждения, которые сами приходят в голову? Ну, чисто аналитически можно сказать, что это правдивое, правдоподобное объяснение. Еще раз, я думаю, что если докажется, что это было отравление, то этот план не был сделан вчера, не был сделан на прошлой неделе. Он готовился долго, следовательно, план сделать его именно... Так. Это случилось, было частью плана. Но мы это точно узнаем. Мы это точно узнаем. Единственное, что могу сказать. Вы считаете, что мы сможем это узнать наверняка, что мы сможем узнать, что произошло? Знаете, мое наблюдение реакции даже телеграм-каналов, которые гравитируют около спецслужб, которые называют это политическим убийством, подсказывает, что даже больше, чем четыре года назад, сейчас будут утечки информации, сейчас будут, будет возможно понять, что произошло, потому что я думаю, что элита силовиков и вообще элита экономическая Россия, она сейчас не может принять это, потому что это означает, что и для них есть такой риск, и поэтому я надеюсь, что будет очень много, намного больше сливов, не придется нам только на основе очень сложно полученных данных доказывать, и я призываю всех силовиков, которые готовы поделиться информацией, обращаться к нам, обращаться к о Марии Певчих, ее командой, чтобы быстрее это расследовать. Я не ожидал, что второй раз придется мне расследовать попытку убийства одного и того же политика одним и тем же человеком, но вот приходится. Присоединяемся к призыву Христа Грозева, журналиста-расследователя Шпигеля и Инсайдера. А к нам сейчас по всей Европе, по всему миру, не только в Москве, где идут одно задержание за другим, я пока не могу вам сказать точно, сколько людей задержано, но везде люди выходят на улицу, как минимум 15, мне подсказывают, уже задержаны в Москве. И мы включаем площадь дам в Амстердаме, там корреспондент Дождя Михаил Шевелев и люди, которые вышли на площадь. Миша, привет. Я тоже поддерживаю то, что было сказано, что не только россияне должны 40 минут назад началась акция, наверное, надо это называть акцией памяти Алексея Навального, здесь собралось около 400-500, наверное, человек, и это гораздо больше, чем на любых других похожих, наверное, похожих ранее не было, но на любых других оппозиционных акциях здесь, в Амстердаме, на которых я был, вы видите за моей спиной такой стихийный мемориал, портрет Алексея Навального, цветы, свечи, рядом люди с плакатами, на которых самые разные надписи, интересно, что плакаты эти, ну, например, у одной из девушек была, сейчас, кажется, не видно, табличка с мэрской кампанией Навального 2013 года, у кого-то фотография Навального из суда 2021 года, и это, наверное, демонстрирует то, какой большой политический путь проделал Алексей Навальный, как долго был лидером российской оппозиции. происходит выступление на разных языках и на русском, и на нидерландском. Многие местные пришли, чтобы быть здесь сегодня и вспомнить Алексея Навального. Переводят сейчас выступление на русском на нидерландский. Пока давайте подойдем к людям и поговорим. Здравствуйте, зовут Михаил Шулеев, телеканал Дождь. Скажите, как вы сегодня узнали эти новости? Это очень печальные новости. Это событие поразило меня. Я сегодня это узнал, и чуть ли слезы не наворачивались на глаза. Навальный был для меня надеждой. Всем. Я надеялся, что в России изменится все. Его освободят, и он станет президентом России. И то, что нидерланды поддерживают нас в данной ситуации, это очень меня радует. Как вы реагируете на официальные заявления и полуофициальные, например, от пропагандистского телеканала Раш-2-Д, который заявляет о том, что у Навального оторвался тромб, хотя это невозможно сделать без подлежащей экспертизы. Верите ли вы каким-то таким версиям? Я никогда не верю пропагандистским каналам России. Они всегда врут и говорят ложь. Спасибо большое. Здравствуйте. Скажите, как вы узнали сегодняшние новости? Увидел в информационных каналах в Телеграме. Меня это шокировало. Я не мог к тому поверить и вначале надеялся, что это неправда, потому что со смертью Навального умирает моя надежда на возвращение домой. Но я верю, что Навальный сделал самое главное. он основал фонд по борьбе с коррупцией. Он объяснил нам, что Россия может быть свободной, независимой и справедливой страной. И я верю в то, что каждый из нас будет нести дальше его дело и его идеалы. Говорите, что с ним умирает надежда, при этом написано не сдавайся. Сейчас давайте послушаем, как скандируют. Навальный герой! Навальный герой! Да, конечно, на вашем плакате написано не сдавайся. Что вы вкладываете в эти слова, что нужно делать? Как я сказал ранее, моя надежда на возвращение домой умерла. Я надеюсь, что мои дети смогут вернуться в Россию. и я буду делать все возможное для этого. Я верю, что каждый из здесь присутствующих внесет свой вклад в победу добра над злом. Спасибо большое. Ну вот, люди здесь, когда я только пришел, в первые около 15-20 минут акции были сильно растеряны, молчали и не выступали. Сейчас начались какие-то выступления и люди, многие вспоминают, например, о своих встречах с Алексеем Навальным. Давайте послушаем одну из таких вещей. в Калининград. Я Полина, я 30-х лет, я来 из Калининграда, и я не могу говорить, я не хочу поговорить про большую мнение, но сегодня в один вечер он стоит у меня в моем сердце и моем сердце у с 16-ти лет наблюдала за действиями Алексея Навального. Я познакомилась с ним с 16-ти лет, не лично, к сожалению, о чем я очень сильно жалею, что у меня не было возможности познакомиться с Алексеем Навальным лично. В начале 16-е я следую все, что Алексей Навальный делает. Я делаю связи с ним, с его работой, не лично, в начале 16-е. И я думаю, что это ужасно, что я не смогу его лично найти. Мои ценности формировались для этого человека. Мои ценности о добре. Мои ценности о свободе. Мои ценности о свободе слова, о любви, о дружбе, о международных отношениях. О том, что надо жить в симбиозе с друг другом. О ценностях к планете, о ценностях к семье и о ценностях к людям. Как я уже говорил, люди продолжают подходить сюда, на площадь Дам. Около 500 человек здесь, но параллельно акции проходят по всему миру. И уже приходят кадры из Барселоны, Мадрида, Парижа, Берлина, Тбилиси, Батуми. Но и, что очень важно, из огромного количества городов России, в частности, в Москве, сразу в нескольких местах проходят подобные акции. И у Соловецкого камня, и на Садовом кольце, у памятника жертвам политических репрессий. И прокуратура Москвы тем временем уже заявляет о том, чтобы предостерегать людей, чтобы они не выходили на организованные акции протеста. Хотя, конечно, это не организованные акции, это стихийные акции памяти Алексея Навального, которые сегодня, 16 февраля, проходят по всему миру. Миша, тебе слово. Да, Миша, спасибо. Ну, вот, как Миша говорит, не только в Амстердаме, везде, по всей Европе, по всему миру сейчас проходят такие стихийные акции. Я себя поправлю не в Москве, а в целом в России задержаны 15 человек. Но мы будем следить за тем, что происходит. Уже выступил или прямо сейчас выступает президент США Джо Байден и возлагает ответственность за гибель Навального на Путина. Но мы к этому еще вернемся, еще расскажем, что говорил Джо Байден. А сейчас я приглашаю к разговору Юлию Таратуту. Юля, привет. Наша задача сейчас немножко как-то вместе поскорбить. И мы лично были знакомы с Навальным. Ты лично была с ним знакома. Ты помнишь, когда последний раз вы общались? Мы общались односторонне. Я вписала кусочек письма в твое письмо Навальному. Это была очень трогательная история. Миша, наверное, расскажет ее лучше. Это мы немного как в Простокваши написали. Да, абсолютно не понимаю, куда. То есть я писал письмо, а Юля еще от себя вписала несколько остаток. Несколько срок. Мне было очень неловко писать отдельное письмо. На самом деле нужно всегда бороть себе эту неловкость, что никогда не знаешь, что случится завтра. Вот может случиться такой день, как сегодня, и ты не напишешь письмо отдельное. Но Миша написал письмо Алексею, потому что он прочитал его книжку. Расскажи, Миша. Да, действительно, Алексей прочитал книжку про Немцова. Там про Навального ему тоже уделяется большое место в этой книге. И мы с ним разговаривали для этой книги. Он ее там прочитал. И у него там, ему понравилось, но у него были там какие-то соображения. А кроме того, он там с чем-то хотел поспорить. А кроме того, он меня просил ему составить список литературы. Потому что он писал, что там такой... У тебя один из ценнейших элементов твоей книги, это тот огромный список литературы, та библиография, которая к ней прилагается. Но я ее всю, говорит, не одолею тут сейчас. И у меня немножко этот дел не в проворот. Поэтому мог ли бы ты выделить что-то? И, по-моему, там штук шесть. Я какой-то список составил, что имеет смысл, чтобы, не теряя времени, с большим толком прочитать. Вот. И, собственно, я этот список уже... И еще, Юля, и ты присоединяешься. Я написала, да. Это было, на самом деле... Ну, как-то сейчас совершенно вспоминать об этом жутко. Потому что я помню, что я шла по Амстердаму и встретилась в процессе суринамских похорон. Они были очень веселые и такие, как бы, зажигательные. И там был оркестр, и все играли. А Алексей тебе в предыдущем письме написал, что это дико круто, что ты ему написал про Амстердам, про нашу жизнь, потому что ему совершенно не хватает, как бы, деталей с воли, любой. Он писал, что ему тоже нравится Амстердам. Он там однажды был. Да-да-да. Однажды или дважды, я уже плохо помню. И я писала ему эти суринамские похороны, что, в принципе, подход к жизни ему очень свойственен. Все пишут, держись, а мне хочется чего-то... Ну, какие-то прелести в вашей жизни. Да-да. На самом деле, это то, что мы долго обсуждали с тобой дома, Миш, что нас поразила та внимательность, к которой он относился к деталям этого письма. И это, в принципе, совершенно поразительное свойство политика Навального. Я знакома с Алексеем Навальным с 2000-х. Я работала в газете «Коммерсант» и писала, в том числе, о молодежной политике. Когда они были начинающими молодыми политиками, с Ильей Яшиным и не только, мы познакомились на разных мероприятиях. Мы, кажется, познакомились с Алексеем... Он мне даже это напомнил в какой-то момент. с митинга мы требовали... То есть не мы, а люди, которые там собрались, требовали, что это у дверей МВД. Вторая половина нулевых, наверное. Да, я думаю, что да. И то внимание к деталям, то внимание к людям, с которыми он когда-то познакомился. И та его совершенно неизмененность меня поразила. Он стал очень известным человеком. Он стал очень большой политической фигурой, несмотря на то, что Кремль очень умолял его всю дорогу и все время представлял его блогером, то есть сажал в сознании его электората Навального, что он как бы никто, какой-то блогер. Он становился очень знаменитым человеком. И мне поражало, что он совершенно как бы никак не менялся при... Ну, по крайней мере, в общении в быту с теми журналистами, с которыми он общался, будучи еще там яблочником, молодым начинающим политиком. Это было совершенно потрясающе. И я помню, когда у тебя была премьера фильма про Бориса Немцова, и ты брал большое интервью с Алексеем Навальным. Он для фильма. Да, для фильма. Где он совершенно фантастический. Он там растал, как они вместе сидели в одной камере в ОВД, когда их задержали. Задержали. Это был приговор очередной по болотному делу. Люди вышли на Тверскую. Это был, соответственно, 14-й год, март, кажется. И они вместе провели ночь в ОВД. И долго разговаривали. Прям вот долго провели. Это еще очень интересно. Ну, не только про это он рассказывал, но часто. Да, очень интересны были их отношения. Если вот мы сейчас вспоминаем как-то ужас, который нас когда-то обуял. Это, конечно, очень похоже, не похоже, ощущение убийства Немцова, когда я совершенно не понимал, что делать. Но, пожалуй, сейчас, как бы вещь, которую мы понимали политически, мы выпустили с тобой не одну колонку на дожде. Я рассказывала очень подробно о том, как Навального изводили. Я помню детали, которые рассказывала его команда, которые рассказывали его близкие, понятно, в каких-то беседах непубличных. О том, что Навального буквально лишали возможности есть. Его лишали возможности расправлять плечи. Вот та самая инсталляция, тот самый арт-объект Шизо, он обладает совершенно уникальным значением, потому что ты себе просто воочию представляешь, ну, как человек все эти сотни дней находится просто в нечеловеческих условиях. То есть он просто не мог сидеть, стоять, спать. И твой главный враг — это время. Потому что у тебя есть расписание, что полтора часа ты можешь лежать, полчаса ты можешь читать что-то. Ну, я могу ошибаться в конкретном хронометраже. Но все остальные 22 или 21 ты просто должен провести. В камере 2 на 3 метра. В камере на 3 метра и ты без ощущения вообще... Ты должен убить это время. И это пытка, вот это главная пытка в Шизо. Потом мы все помним, как Алексея Навального лишали вообще возможности коммуникации, что для него было принципиально важным. Если ты помнишь, когда он написал, в общем-то, пост статью, которая вышла как заявление, и совершенно было очевидно, что когда меняли условия содержания, никаких статей больше писать уже было нельзя. А потом мы наблюдали за тем, как сажают его адвокаты, как сокращают возможность их существования совместного. А ведь мы с тобой обсуждали, да, что для любого человека заключенного, особенно человека, которого лишают любой коммуникации, как Алексея Навального, возможность встретиться с адвокатом, это вообще возможность разговаривать с внешним миром. Возможность просто выйти за пределы вот этой клетки, в которой он находился. Его изнуряли. Я помню, хорошо, как ты пришел домой и говоришь, что они, кажется, его убивают. Это, на самом деле, к этим словам невозможно привыкнуть. Это вещь, к которой... К этой новости мы не могли подготовиться. Мы каждый день думали о том, что происходит что-то чудовищное. Были совершенно ужасные новости о том, что... Непонятные новости о том, что его переводят на север. И команда Навального очень напрягалась по этому поводу и очень паниковала. Очевидно было, что смена условий налицо. И ты совершенно справедливо говоришь о том, что тогда впервые было ощущение, что у него что-то меняется. Что меняется... И что это стало частью этой спецоперации. Но я хочу сказать, что я-то, наоборот, вот, собственно, сам Навальный это транслировал. У него все время иски. Он все время судится с колонией. Сейчас Владимирской этой колонии он продолжал судиться. Уже из Харпа, по видеосвязи. И то, что он говорил оттуда, из этого следовало, что ему комфортнее в Харпе. Он, собственно, это говорил. Я немного даже выдохнул. Ну все, самое страшное закончилось. Да, там холодно. И мышкара летом. И условия тяжелые. Но его не мучают буквально так, как мучили во Владимире, подумал я. И вот с этим ощущением жил последний месяц. Да, очень много обманчивых, как бы, улик в такой ситуации. Совершенно было прекрасно, если его, как бы, было ощущение, что его переводят далеко. И чем дальше от центра, тем хватка государства ниже. И, значит, они будут мучить его менее сильно. Но совершенно очевидно, что чем дальше ты находишься от центра, тем более закрытой становится твое существование. Я, на самом деле, это все какие-то жуткие вещи. Я хочу вспомнить. Я, на самом деле, хочу схватиться за слова Морозова, Александра Морозова, политолога, и ребят, которые выступали здесь, в Нидерландах. Это похожая история. Что мы сегодня почувствовали? Мы почувствовали отчаяние. И многие говорят сегодня о том, что они потеряли надежду. На самом деле, Навальный был очень важный. И есть очень важная фигура для молодых людей, для тех, кто очень недавно пришел в политику. И основное, важнейшее свойство Навального политическое, помимо того, что он ввел честность в политический процесс, вот то самое «не врать и не воровать», это та непридуманная, неискусственная политика, к которой каждый хочет прийти. Это просто такая честная штука, в которой хочется участвовать. Конечно, молодые люди не могли к этому не прийти и не сделать его своим кумиром. И, конечно, это такой удар именно по молодым людям, у которых появился интерес к политике, потому что у меня было сегодня ощущение, а у молодых людей, я думаю, совсем, что их лишают будущего. Не надежды, а будущего. Потому что Навальный воплощал что-то такое, что с нами когда-то, с Россией когда-то может произойти. Тот политический процесс, на который мы как бы имеем право, но его у нас нет. Нет, я в этом смысле, когда сейчас немножко пыталась вспомнить, что с нами происходило, и вспоминать не только ужасы, нашла кусочек видео, где мы с тобой, Миша, ты ведешь дебаты на выборах мэра Москвы, куда Навальный был допущен в 2013 году. Да. Я хочу рассказать предысторию. Предыстория была такая. Эти дебаты невозможно было провести, потому что, несмотря на то, что власть сначала, значит, хорохорилась и говорила, что Навальный им не страшен, и даже пустила его на эти выборы. Но когда дело дошло до дела, они отказались от возможности проводить дебаты. И те дебаты, которые пытался организовать дождь, публичные дебаты, были заблокированы мэрией Москвы. То есть мы не могли найти никакую площадку. Я помню, что они были на крыше. А мы не могли найти никакую официальную площадку для того, чтобы провести. То есть нам отказали все официальные площадки. Мы напомним, наверное, что Навальный на эти выборы отправился прямо из тюрьмы. То есть его посадили в тюрьму в Кирове, дали ему пять лет, и прямо оттуда, на следующий день, после того, как дали ему пять лет, прокуратура, сам прокурор, он еще шутил Навальный, что прокурора подменили, что ли, за сутки. Сам прокурор обжаловал свое же собственное обвинение, по которому был вынесен приговор, и его отпустили под подписку о невыезде. И он отправился на выборы в Мэра Москвы уже триумфатором. Давай посмотрим, что происходило. Мы там втроем. Тут вообще довольно тихо. Сегодня в саду Ромитаж несколько свадеб, и вот такие у меня симпатичные москвичи вокруг. Давайте попробуем задать вопросы вот теперешнему выступающему Алексею Навальному партия РПР Парнас. Итак. Добрый день, меня зовут Алла. Алексей, у меня к вам простой вопрос. Наверняка задают его многие. На каждых выборах каждый кандидат говорит про то, что он будет бороться с коррупцией. Откуда у вас уверенность, что у вас это получится? Ну, давайте я все-таки документирую вот этот вот неприятный инцидент, который произошел с Лазаревой. Он лично для меня, конечно, неприятен, потому что он не настолько, мои дети, непослушный, чтобы из-за них закрывать саду Ромитаж. Но это, в принципе, говорит о том, как устроена власть в России. Это, мне кажется, оскорбительно вообще для всех москвичей, что из-за какого-то отдельного человека Навального, Петрова, Иванова запрещают школьное детское мероприятие. Ну, это бред показывает, как власть труслива, глупа и бессмысленна. Что касается, вот если этот вопрос, ну, совсем так ужесточить, да, это же вопрос о том, что не превратитесь ли вы сами в жулика через два года. Я хочу сказать две вещи. Первое. Я обращаюсь к москвичам своей программой по борьбе с коррупцией и считаю, что они могут мне поверить, потому что всей своей предыдущей деятельностью долгие годы я показывал, что я сам могу жить по тем стандартам, которые требуют от других. Наш фонд борьбы с коррупцией финансируется тысячами людей. Это абсолютно прозрачное финансирование. Можно посмотреть, как тратятся деньги вплоть до копейки, у кого какие зарплаты, у кого какая эффективность работы. Это первое. Но второе. Я не прошу просто поверить мне на слово. Именно поэтому мы в программе прописали меры по тому, что мы с первого дня начнем строить такой забор непреодолимый между мной, моей командой и коррупцией. Мы, в принципе, изменим власть таким образом, что коррумпированным будет быть сложно, будет быть страшно и, скорее всего, тебя поймают. Ну, например, сейчас мэр Москвы может туда-сюда швырять подряды на миллиарды рублей. У нас в программе положение, что ни один строительный проект стоимостью больше миллиарда рублей не будет принят, если у этого нет международной экспертизы. Мы перенесем решения в коллегиальные органы. У нас есть законопроект о том, что будут публиковаться все документы, все протоколы заседаний. Вот сейчас, если вы хотите, например, найти протокол заседания правительства Москвы, которое решило построить что-то там за много миллиардов, вы не найдете его. Вы не узнаете, кто как голосовал, не узнаете обсуждения. У нас это все будет абсолютно открыто, вся документация будет публиковаться. Мы перенесем огромное количество полномочий вниз на уровень районных управ. Мы дадим возможность людям отменять мои решения, в том числе через проведение местных референдумов. То есть просто мы начнем делать систему такой, чтобы вам не нужно было просто верить Навальному, а чтобы вы понимали, что система власти устроена таким образом, что если он стал коррумпированным, вы его сразу поймаете. Если он стал коррумпированным, то значит нормально избранная Мосгурдума объявила ему недоверие. Я, собственно, попросила показать этот отрывок даже не для программы Навального, хотя смотреть на живого Навального невыносимо, а скорее, чтобы рассказать смешную историю про то, что у вас там, зрители, наверное, видели, вначале мы пытаемся наладить звук, потому что из сада Эрмитажа как-то, значит, плохо доходил сигнал. И вы с Навальным начали шутить на эту тему. И он вспомнил Татьяну Лазареву. А на самом деле случилась там курьезная история, потому что накануне его подруги Татьяне Лазаревой не разрешили провести детский праздник. Здравствуй, что там что-то Новый год. Ну, там он об этом говорит в начале, да. Да, да. Потому что туда может прийти семья преступника Навального. То есть это совершенно поразительно, что даже в 2013 году Навальному уже блокировали счета, ему, его семье не разрешали прийти на детские праздники. И это тогда уже была очень большая и серьезная для власти история. И вообще результат Навального, как мы помним, очень повлиял на мировосприятие и Путина. А глава администрации Володин, по-моему, из-за его результата лишился тогда сроку. Такое возможно. Мы до сих пор не знаем, был ли там на самом деле второй тур, или его не было. Это открытый вопрос на то, что это была моральная победа, огромная, совершенно неожиданная для Кремля. Это очевидно. Кроме того, никогда больше не было такой кампании. Никогда. Собственно, предвыборной кампании. Он выступал, я сам помню, как я ходил. Собственно, я жил на Ленинском. И он в каждый район объехал сам. Там везде были кубы, стояли. Там была эта программа, программа «Твой дом, узнать своего соседа», когда ты можешь в интернете проверить, посмотреть, кто в своем доме тоже как бы заинтересован. И он, я помню, как на площади Гагарина, он просто проводил встречи с избирателями на моем районе. А так это было везде. И такого до этого не было никогда, потому что никто этого не делал до этого. Такой кампании снизу, которая построена на волонтерстве и на участии людей, когда все еще ездили на машинах за Навального, на метро было не врать и не прослоняться. Не было человека, на самом деле, в журналистской среде, который как бы тогда не участвовал просто в кампании. Это просто была такая абсолютно модная, классная штука. А потом, после того, как эта кампания прошла и вывенчалась его моральной огромной победой, после этого больше уже никогда нельзя было осуществить, потому что это тут же было все запрещено, тут же закрутили гайки. Давайте посмотрим, что нам говорит Джо Байден, что заявил Джо Байден по поводу Навального. У нас, видимо, есть это... У нас есть видео, как Джо Байден реагирует на сообщения о гибели Навального. Я не удивлен, но возмущен абсолютно, как и многие другие люди по всему миру. Путин его отравил, Путин его арестовал, отправил в тюрьму, изолировал. Но и в тюрьме Навальный не остановился и говорил правду. Он мог остаться в изгнании после того, как его на него покушались, за границей. Но вместо этого он решил вернуться в Россию. Он вернулся в Россию, зная, что его могут посадить и убить. Но он все равно это сделал. Что-то придумают российские власти, но... Но именно Путин несет ответственность за гибель Навального. Не позволяйте себя обмануть. Он был, Навальный, был всем, чем Путин не был. Он был принципиальным, смелым. Он выступал за... За... За закон. Он знал, за что он борется. Он верил в Россию. Мы должны поддерживать Украину в ее борьбе с Путиным. Передоставить ей помощь финансовую. На нас смотрит история сегодня. Байден обращается к конгрессменам и к политикам американским сейчас, потому что именно сейчас, сейчас в Америке обсуждается вопрос помощи... Помощи... Помощи Украине, если она тоже проголосовала, и сейчас очень важный вопрос, поэтому, собственно, Байден продолжает говорить об этом. Итак, Байден переключился на Украину, но мы еще будем возвращаться и к этому заявлению Байдену, и к другим. Многие мировые лидеры уже выступили, как я понимаю. Мы прервемся на пару секунд и снова вернемся в студию. Субтитры создавал DimaTorzok